Валерия второй год учится на специалиста широкого профиля. Сможет работать и парикмахером, и мастером маникюра. Теперь решила помочь другим школьникам определиться с выбором. Говорит, такие наглядные мероприятия действительно эффективны. Учишься, можно научиться, можно посмотреть. Если быстро схватка идет, то очень хорошо. Можно обучиться. Ученики профтехучилищ создали для девятиклассников город мастеров. Тут школьникам рассказали и показали, как работают шахтеры, механики, кондитеры и строители. Оконный проем идет. Здесь выставляется окно. Это как уменьшенный вариант. В большом масштабе, конечно, оно будет выглядеть больше. Именно технических специалистов региону остро не хватает, рассказал заместитель председателя областного совета Александр Кравцов. Многие идут учиться на юристов и экономистов. И в итоге не могут найти себе работу. А энергетики и машиностроители в промышленном Донбассе будут востребованы всегда. Стартовые условия для рабочего, они значительно лучше, чем для менеджера, который приходит, например, на место, а еще может и не прийти на место экономиста, ему там предложат 1200 гривен. В то время как рабочий строительной специальности приходит, ему сразу предлагают 2,5. Станочник 3000 гривен предлагают сразу. В Донецкой области больше 110 профессионально-технических учебных заведений, куда принимают после 9 класса. Александр Кравцов рассказал, что у их выпускников нет проблем с трудоустройством. Организаторы надеются, что благодаря этому мероприятию количество ребят, которые в следующем учебном году выбирают для себя техническую профессию, возрастет на 5-7%. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Панорама.